Итак, я имею удовольствие беседовать с вами, возможно, читая лекцию, беседовать с вами на тему эзотерических инструкций HPB. И, как вы знаете, ее литературные работы довольно примечательны для человека, чей родной язык не был английским. Она начала писать на английском в 1874 году. До этого вы не отыщите ее англоязычных работ. Таким образом, за 17 лет вы можете себе представить 14 томов только лишь журнальных статей, две большие книги, по два тома каждая, разоблаченная Зида, тайная доктрина, кроме мелких ее работ. Это то, чем она реально известна внешнему миру, но в конце своей жизни она открыла и вела школу, как я уже отмечал это вчера. В 1875 году было основано теософическое общество, но в 1888 году оно получило новый импульс, когда Блавацкая открывает собственную школу. Она уходит от бюрократии и всего такого, что было связано с ее работой, секретаря, и далее она пишет инструкции для своих учеников. Я вижу, в рамках дневной сессии у нас запланирована медитация, и я бы предложил вам в ее рамках совершить медитативную прогулку тем из вас, у кого есть эта книга и кто прочел некоторые ее части. Я предложил бы вам просмотреть разданные вам приложения, особенно первое и второе, которое представляет собой две ее статьи. Одна называется «Практически оккультизм», а другая «Оккультизм и оккультные искусства». И если вы их уже читали, я только что прочел их еще раз, потому что стоит просмотреть такого рода материалы, а затем особенно ее предваряющий меморандум о том, почему она открыла эту школу. И, возможно, мы сможем рассмотреть причины, почему в период 1888 года она чувствует, что общество несколько потеряло свое направление, как она указывает в меморандуме, тем открывая его. что если общество и добилось больших успехов за время своего существования, оно на самом деле не соответствует провозглашаемым им идеалам. И это прежде всего формирование братства человечества как единого целого. И что такое ядро? Единица – это гармоничный центр. Что не означает, что мы должны соглашаться со всеми или нравиться всем. Помню, много лет назад я работал в Международный штаб-квартире, и пожилой член общества, которого я хотел бы упомянуть, глядя на Эммануила Канта. Указывая на кого-то, кто там неподалеку работал, отметил, «Этот человек такой же, как и мы, но он теософист». И вот интересная цитата, полученная в 1885 году одним из ранних членов общества, Фрэнсом Хартманом, и она дает своего рода небольшой обзор от одного из учителей. В ней говорится, что «в такой великой работе и этом движении никто не должен ожидать, что его партнер будет близок по духу, интуитивен, благоразумен и смел». Одним из первых доказательств самосовершенствования является то, когда человек демонстрирует, что он может быть добрым и открытым в компании с наиболее схожими характерами и темпераментами. Один из сильнейших признаков регресса – когда кто-то ожидает, когда кто-то показывает, что он ожидает от других того, что нравится ему, и действует в рамках лишь собственного понимания. Тех из вас, кто принимает это, ожидает неудачи. В таком широком движении, как наше, в котором так много непохожих людей, иметь возможность отложить в сторону наши различия и работать для общей цели – это и есть настоящий оккультизм, о котором говорит HPB. И это то, что реально поддерживало это движение и реально сделало его великим. В большинстве оккультных групп очень много единомышленников, а в наших так много разного рода людей. И иметь возможность отложить в сторону личность и эго, даже когда они изношены и ценятся, чтобы показать родителям все наши замечательные достоинства – это нечто ценное. Итак, HPB начинает с того, что говорит «Сравнительно легко стать теософистом». «Сравнительно легко стать теософистом». Любой человек со средними интеллектуальными способностями и склонностью к метафизике, чистой, бескорыстной, ведущей чистую, бескорыстную жизнь, находящей больше радости в помощи ближнему, чем в получении помощи себе, тот, кто всегда готов пожертвовать своими удовольствиями ради других людей, кто любит истину, добро и мудрость ради них самих, а не ради выгода, которую они могут принести, тот теософист. Что сравнительно легко, верно? И я не воспринимаю позицию видеть в этом трудности. Она ведь говорит, что это сравнительно легко. Тем не менее, во внешнем мире мы встречаем много людей, которые участвуют в общественной работе или имеют идеи помощи другим, где они могут отложить в сторону свои собственные интересы. Известны много социальных движений и людей, которые пожертвовали своими собственными достижениями ради идеи помощи другим, делая добру. Но она говорит далее, но совсем другое дело вступать на путь, который ведет к познанию правильного действия и как результат правильному развлечению добра и зла. Путь, который также ведет человека к той силе, которую он может творить добро, которую пожелает, часто внешне не пошевелив и пальцем. В работе «Практический оккультизм» она приводит ряд примеров. А в статье «Оккультизм против оккультных искусств» она говорит, что на самом деле это четыре типа эзотерических знаний, известных на Востоке. Мы знаем об аджневидде, фокусирующейся на исполнении ритуалов и церемоний. Известны многие оккультные группы, основанные на церемонии и исполнении ритуалов. Также махавидья, являющаясь чем-то вроде магии каббалистов. И еще гухавидья, имеющая дело с силами звуков и мантр. Но Блаватская говорит, что для теософиста важно атма-видья, суть которой знание души. Это знание души является основой нашей работы. Я просто подумал об этом секунду. И так в основе нашей работы лежит самопознание. По-настоящему познать себя разве это не замечательно? Как мы можем познать сердце другого человека, если мы реально не знаем даже самого себя? И все же мы и есть этот чудесный, неизведанный континент. Та забытая земля слишком многих из нас. И задачей изучения этого нашего материала является доведение всего этого разнообразия до сознания. И оно указывает, что даже наиболь... небольшое внимание к оккультизму резко увеличит кармические эффекты. Это одно из того, что люди не осознают. Поэтому, когда кто-то начинает изучать эти области, результаты его действий резко увеличиваются. Потому что человек больше не колеблется в жизни, не увлекается чем-то, затем другим, затем еще чем-то. Но у человека присутствует определенная идея, одна неизменная цель. Поэтому результаты и их эффекты резко возрастают. Итак, я хотел бы дать вам небольшую предысторию, прежде чем мы приступим к рассмотрению инструкций. Очевидно, когда они были представлены в 1888 году, HPB ожидало, что люди не просто откроют эту книгу без смеха и до того, как они обрадуются небольшому количеству литературы, ставшей доступной интересующемуся читателю. Удивительно, насколько мало подобной литературы было доступно в те ранние годы на рубеже 1890 года. Была известна ее первая книга, «Разоблаченная из Зида», которую со слов самой Блаватской читали так, как если бы вы просто взяли кучу разрозненных абзацев и сбросили их в одну яму. Один современный калифорнийский американский поэт назвал эту работу первым примером современного коллажа. Но я нахожу нас, если вам это ощущение известно, как находящихся в безопасном состоянии в поезде. Мы хотим, чтобы все имело смысл, мы хотим, чтобы Е равнялась МС квадрат, мы хотим иметь возможность разобраться во всем окружающем нас. Но многие эзотерические тексты так не работают. Они не такие простые, как нос на вашем лице. Они побуждают нас смотреть на предмет и видеть его как бы с разных сторон. Подобно тому, как все мы видим одно и то же, при этом видим это по-разному. И далее, конечно же, в качестве развития Эзида HPB пишет Тайную доктрину, которая была еще одной ее гигантской работой и которая не была широко доступна для членов общества. Было напечатано всего 500 экземпляров. Реально, очень немногие люди могли получить экземпляр для себя. Одна из замечательных сторон, которыми славится современное теосифическое общество, это библиотеки. В самые его ранние дни книги не были доступны всеми каждому. Тогда не было магазинов, куда можно было взойти и сказать «Я хочу Тайную доктрину». К озвученным двум работам можно добавить известные в те времена две письменные работы «Окультный мир», «Мистер Асинит» и «Эзотерический буддизм», которые были основаны на письмах, полученных им от учителей. Единственное, что... Знаете, в настоящем духовная жизнь для нас является такой же важной частью. Вокруг так много групп, индуистских групп, буддистских групп, с их акцентами, и акценты в нашем движении смещаются. Что можно отнести к поиску в наши дни? Можно было бы использовать название семинаров, проводимых здесь нашим предыдущим президентом, «Человеческое возрождение». Эта невинность возникла благодаря влиянию Кришна Мурти, который в 1929 году говорил членам общества, как эти исследования делают нас отличными, от человека с улицы, который продолжает злиться, который продолжает бояться, и каким образом это исследование изменяет нас. и это послание проникло с тех пор, поразив наших лидеров в некотором смысле и заставляло их задумываться над этим, потому что до этого мы собирали много данных и много изучали, множество материалов, но каким образом это меняло бы нас, трансформировало бы нас? Таким образом, сегодня у них должна быть какая-то самотрансформация. Они должны заставлять вас каким-то образом трансформироваться и таким образом, пожалуй, не быть умнее, смелее, искуснее, но чтобы быть в состоянии принимать удары и вызовы, которые дает нам жизнь. А иногда это не главное, это невеликие драмы в жизни. HPB умело, играя словами, говорила, что есть люди, способные вынимать и вынести самые большие трудности. Но наступая на монеты, они сходят с ума. Вы знаете, иногда в жизни бывают мелочи, которые полностью сбивают нас с толку. И ум фокусируется на этом, и мы несем это и заботимся об этом. Итак, при взгляде на этот материал, на весь эзотерический материал, мы должны четко понимать, что в нем есть место быть как очевидное, так и подразумеваемое. Таким образом, нередко сообщение формально говорит нам об одном, но на самом деле оно сообщает нам совершенно иное. Юнг, психолог, этот психолог был прекрасным примером, заставил нас взглянуть на химический текст совершенно по-иному, вместо того, чтобы говорить о превращении черной грязи в золото, ведет речь об изменении нашей природы и поиске высших аспектов нашего Я. так что в одном аспекте вам сообщают одно, но затем происходит что-то совершенно иное. Известна отличная строка, иллюстрирующая это от Шри Рама, повествующая об Анне Безонт. Он говорил, она видела реальное, это когда она приехала в Индию, она видела реальное за настоящим, даже когда настоящее разрушалось. она приехала в Индию и увидела культуру направленную, которая действительно была обращена в сторону своей великой духовности, но она видела реальное за настоящим, даже когда настоящее разрушалось. Таким образом, мы будем искать реальное за настоящим. И все эти вещи, все эти книги, подобные этой, это не столько карта того, что думают люди, но того, как люди на самом деле думали. Не то, что они думали, но как, раскрывая сам процесс. И в духовной жизни иногда, как часто говорят, знаете, бытует такая крылатая фраза в Америке «Достичь желаемого» это половина удовольствия. Таким образом, иногда процесс сам по себе может быть обучающим. И мы просто остановимся на секунду. Если есть какие-нибудь комментарии или вопросы, вы полны безмолвия. Хорошо. Итак, первое, что можно раздать материал? Первое? Да. Первое. Вы хотите диаграмму? Нет. Другой лист. Первое, что Блавацка использует, и это витает в ее иллюстрациях, в инструкциях, хотя она и не записывает их снова и снова, это замечательный фрагмент, который она упомянула в «Разоблаченной Эзиде», известный как изумрудная скрижаль Гермеса. Я дам вам минутку. Просто рассмотрите это хорошо, печать красивая и крупная. дайте и мне экземпляр. Немного обрезано. Видите ли, у меня частично обрезанная копия. Но это не влияет на то, что напечатано в ней. Итак, текст взят из «Разоблаченной Эзиды», но традиция заявляет, что на мертвом теле Гермеса, бога мудрости, в Хевроне, Озарин нашел скрижаль, известную как Смарахдин, содержащую надпись. В нескольких предложениях она содержала суть герметической мудрости. В нескольких предложениях она содержала суть герметической мудрости. Для тех, кто читает проникновенным взором, текст не представляет ничего нового или экстраординарного, начиная с того, что говорит о невымышленных вещах, а о том, что является истинным и наиболее достоверным. И вот ключ здесь. То, что внизу, подобно тому, что вверху. И то, что вверху, подобно тому, что внизу, для совершения чудес одной вещи. Как все вещи были произведены посредством одного существа, так все вещи произведены из одного же посредством адаптации. Это Отец Солнца, это Мать Луна, это причина всего совершенства в целом мире. Эта сила совершенна, если она превращается в землю. Отдели землю от огня, тонкая, твердого, действуя благоразумно и рассудительно, восходя с величайшей способностью с земли до небес и затем снова возвращаясь на землю. И объединяй силу вещей низших и высших. Тогда ты будешь владеть светом, светом всего мира и весь мрак оставит тебя. Эта вещь обладает силой духа более, чем сама сила духа, потому она превосходит любую тонкую вещь и проникает во все твердое. Ею и был создан мир. Это довольно примечательный маленький отрывок. Минуту на раздумье. Замариновать, скажем так, поразмыслить. Множество комментариев HPB в других источниках касались того, знаете, существует большое количество дошедшего до наших дней материалов, известного как герметическая литература. Современный эзотеризм, каким мы его знаем, действительно произошел из Ренессанса. Конечно, в древности Ябловацкая прослеживает родословную теософистов. Таким образом, на Западе мы возвращаемся, конечно же, к неоплатоникам Александрии. Дренье Александрии это был город космополит на побережье, основанным великим Александром. Здесь господствовала греческая культура. Греки правили Египтом. Уже затем, после них, Египтом правили римляне. Это был город, которым правили греки, перенесшие за пределы своей страны греческое классическое обучение в Египет. Египтяне, торговцы из Малой Азии. Таким образом, это реально был город космополит. Более чем, где-либо еще в древнем мире, очень локальный. Афин и Рим все эти места были очень распущены. И одно из того, что сделал Александр, заключилось в том, что он основал здесь замечательную великую библиотеку. И он принес сюда многие великие учебные тексты в эту замечательную библиотеку. И у египтян была монополия на тексты. У них был папирус. В те времена не было такой вещи, как бумага, как мы знаем, которая, конечно же, производится из дерева. Но они использовали папирус, который растет в этих местах и сейчас. И растворяя его, они смогли сделать бумагу. Скорее, роллы, не столько книги. Это фолианты, известные нам сегодня все как роллы и свитки. Позднее его развитием стал пергамент, в производстве которого использовались шкуры овец, что реально решало проблему просвещения. Ну, у египтян действительно была монополия на вещи, на которых можно было писать. Конечно, до этого все было высечено на камне либо на табличках планшетах. Это не те планшеты, что мы используем в наши дни, а разве что как их развитие, но глиняные таблички. Представляете, насколько тяжело носить с собой целую кучу глиняных табличек, особенно вы можете себе представить тайную доктрину на глине, которую нужно было хранить в коробке. Представляете ее длину, но папирус и это была великая цивилизация. Я говорю о греках, они были великой цивилизацией, они грибтян, которая была очень древней, культурой настолько древней, наша цивилизация существует со времени зарождения христианства. Египетская цивилизация имела четырехтысячелетний исторический период записи текстов. Поэтому это очень древняя цивилизация, но поскольку это иерографический язык, он был тайной для людей, храня в себе смысл, который был скрыт за тем, что вы реально могли прочесть. И как вы знаете, до начала девятнадцатого века, когда был обнаружен розетский камень, на котором были надписи на греческом, египетском и коптском, люди все еще не могли читать египетские иероглифы. Итак, с этого периода развивается то, что известно нам как «The Corpus Hermeticism», «Hermeticum», «Герметический корпус» или сохранившиеся герметические книги. Их авторы были теми великими философами, которые мы знаем как милоплатониками, поскольку они брали рассказы Платона, они брали окружающие их мифы, а затем интерпретировали их аллегорически. Как вы знаете, у греков были школы мистерий, которые основывались на обычных мифах, но которые интерпретировались ими аллегорически. Один из самых известных похищения Персифоны, в котором Персифона, дочь Деметры, богини земли и плодородия, собирала в поле прекрасные цветы, и вдруг земля разверзлась, и Аиид тянет ее в подземный мир, где она и остается. А ее мать настолько расстраивается, что перестает интересоваться плодородием, и все сельское хозяйство в мире приходит в упадок, и в конце концов, лишь боги смогли найти компромисс с Аидом, что Кора под этим именем Персифона известна в школах мистерий, проводит шесть месяцев в подземном мире, и в это время вся растительность на земле угасает, потому как ее мать страдает, а затем на шесть месяцев она возвращается в наш мир, и все расцветает, и ее мама счастлива. Иные оплатоники интерпретировали это как падение души в преисподнюю, из которой мы выходим, и то, что влечет нас в подземный мир, здесь находится в поле цветов всего чувственного мира, что заставляет нас падать в мир бесплодия, и в подземный мир мир. Итак, из этой области далее, знаете, развивается христианство, и вы как бы отбрасываете любой другой взгляд на что-либо, и это просто своего рода отсутствие места, а затем у вас есть другие монотеистические призывы, которые звучат как просто одна книга или одна система, как вы знаете, надвигается ислам, когда они завоевывают Александрию, попадают в грандиозную библиотеку, и они стоят перед калифом и спрашивают, что нам делать со всеми этими огромными-огромными, знаете ли, комнатами и комнатами полных текстов, и он отвечает, ну, если они согласуются с Кораном, то спалите их, у них нет нужды, а если не согласуете с Кораном, то непременно сожгите их, и они топили рук рукописями бани, знаете, у них были огромные публичные бани, и они топили их папоротниковыми рукопсями годами и годами и годами. Итак, HPB предполагает, что от настоящих герметических книг остались лишь вагменты, известные как изумрудные скрижали. Она считает, что из всех этих книг лишь этот герметический материал сохранился, и действительно, это изумрудные скрижали нечто наиболее подлинное. Она наполнена текстовым отражением временем Ревессанса периода Великого Возрождения и интереса к классическому обучению, где вы видите влияние особенно искусства. Видите, много из театральной литературы, сохранившейся в культуре и искусстве. Одно из величайших произведений западного искусства — Сикстинская капелла, где замечательная фреска, которую Микеланджо нарисовал, конечно же, на христианскую тему сотворения человека. А в качестве наполнения мы видим ветхозаветные фигуры, считая, что они являются людьми. Эти завершающие картины фигуры древних людей были получателями текста мудрости. И именно в это время мы видим, что герметизм переводится на латынь как флук. Знаете это слово флук? Это американское слово флук, обозначающее случайное положение или случайность. Текст сохранился и был найден и переведен. И в 1471 году он был бестселлером и просто прошел через множество вариантов печати. И мы видим его вступление так же и в другие вещи. Каббалистическая литература, вся каббала, древо жизни, подъем целого движения розункрейцеров в 17 веке, утверждающих о всеобщей реформе, где все люди могли бы жить и работать вместе. И это время, когда Европа была реально раздираема 40-летней войной, как вы знаете. И здесь еще не только мировые войны затрагивают Европу, но и войны между фракциями в странах идут, идут, идут. Масонство появляется еще одно великое движение, которое обещало фротерниты и галиты или равенство и братство относись к другим так, как если бы ты был слугой или благородным человеком или драгоценным камнем масонской праве. Все вокруг одного качества. Но, конечно же, кто не принимается? Кого не принимают масоны? женщин. Все люди равны, кроме женщин, верно? Все воспоминания равны. Интересный факт, Шелли Вайт написала замечательный опус о правах женщин. И, как следствие, она была подвержена жуткой обструкции. Вы знаете, что женщины тогда не могли иметь какие-то равные права с мужчинами. Удивительно, как все изменилось за такой короткий промежуток времени. Женщины, конечно, не могли обладать какой-либо собственностью даже к тому времени, когда HPB приезжает в Америку. Конечно, женщины не имели права голоса. Да что там не могли вводить имущество? Вы просто не могли заселиться в отель самостоятельно. Его снимал мужчина, сопровождавший вас. И так, да, и далее, конечно, замечательное теософическое движение появляется в 1875 году и открывает двери для всех, независимо от расы, вероскобедания, касты, пола и цвета кожи, что было очень радикальной идеей для того времени. В мире, который был очень сегрегированным, я даже помню в молодости американский народ лишь в католицизме и протестантизме, что считаю шокирующим. Шокирующим говорила. Но идея здесь в том, что впервые все наши ложи развивались и женщины могли стать главами лож, президентами и избираться в то время, когда общественные законы не позволяли им эти роли. Они могли говорить, выходить и читать лекции. Замечательная вещь в то время. И так, Главацкая говорит, что от всех настоящих герметических книг остался лишь этот фрагмент. Все сочинения, составленные на книгах с мыслью египетского бога, мудрости, были разрушены и сожжены в Египте по приказу Диоклетиана в 3 веке нашей эры. Все остальные в их нынешнем виде являются воспоминаниями моралистов, ошибочно полагавшихся на различных греческих или латинских авторов, которые, не колеблясь, называли свои интерпретации подлинными герметическими фрагментами. Поэтому мы очень мало знаем об этом мире, от которого реально сохранилось очень немногое. Знакомы ли вы с текстом, известным как Метаморфоза Луция Апулея, он также известен как Золотой Осел, Джои Милс? Нет, Джои Милс лишь читала его, хотя она и достаточно возрастная. Да, но она говорила о нем. Мы читали его в старшей школе. О, хорошо, это замечательный текст, сохранившийся на латыни, просто шедевр, чудесный текст, который сохранился на латыни, вероятно, является наиболее старым сохранившимся романом, который мы имеем. И это история о молодых людях, которые отправляются в Фессалин о падении и удаче слуги, работающего на ведьму, и ведьма, каждую ночь покрывает свою кожу мазью и превращается в птицу и летит за своим возлюбленным. И, конечно, ее слуге любопытно просто получить от этого эффекта опыт. Он просит ее немного этой мази, но она дает ему не ту мазь, и он превращается во сла вместо собачки. И вернуться очень просто. Ему просто нужно съесть несколько белых роз. Но каждый раз, когда он хочет это сделать, возникает что-то, что мешает. Но посреди этой истории автор неожиданно рассказывает замечательную аллегорию Купидона и психии. Это полностью примечательно. А затем некоторые ее части действительно потрясают наши сегодняшние чувства. Но вдруг в конце концов он идет на столь ужасные вещи, на столь невероятные вещи, и вдруг он собирается пойти к океану и утопить себя. И когда восходит луна, он видит богиню Изиду, как вселенскую мать всего на свете. И она говорит ему, что завтра в городе будет шествие моих преданных. И он должен пойти туда сам, и все, что ему нужно сделать, это съесть несколько белых роз. Что он и делает, и конечно же превращается обратно из своего животного облика в человека. Что стало грандиозным событием для священника, видевшего, как осел внезапно заходит один в дом и превращается в человека, делая эти местные новости. Но в конце всего он говорит, что он становится преданным Изиде. И он говорит, что получает посвящение в мистерии. И это очень любопытно. И он говорит, я знаю, тебе любопытно, что происходит там, но все, что я могу тебе сказать, это то, что я видел солнце, восходящее в полночь. Я прошел через области адские небесные и вернулся на землю. Что-то схожее на это. Итак, мы с изумрудной скрижарью приближаемся к перерыву. Потому хотите ли вы задать мне какие-либо вопросы, а затем мы сделаем перерыв и пойдем немного дальше, или... Да, да. Во второй строке цитаты упомянутой вами есть термин O-C-R-E-I-S. Да, кто это? Здесь имеется в виду просто посвященный. Озарин. Это слово означает посвященный. Это то, почему у Блаватской оно написано в скобках рядом. У меня есть вопрос. Да. Может, тогда все были роли были понимаемы как подсознание? Конечно. Знание... Знаете, вклад Блаватской состоит в том, что существует семь уровней толкования. Все можно интерпретировать на семи разных уровнях или семью способами. Это может быть аллегорическим, это может быть символическим. Существует так много уровней интерпретации одного и того же, так что это одна из вещей, которая поддерживает наше движение, наше общество. Оно настолько эластичное и свободное, где не существует лишь одного способа видеть что-либо, где есть много разных путей. Наше движение смогло вместить множество разных взглядов и людей, какие имеются у теософистов. Вопрос можно? Да. Она говорила о подсознании. А вчера вы говорили об аспектах и принципах. В семи принципах. Может быть, вы можете сказать, что это семь состояний сознания, различных состояний сознания. Что не так уже отличается? Можно говорить об уровнях, а на самом деле, потому, что языки, особенно европейские языки, не имеют опыта обращения с этими понятиями. Конечно, в санскрите гораздо больше тонкостей, так что вы даже не можете констатировать эта ирония, что уровни сознания сферы, даже сферы, потому, что даже если мы думаем об этом как о слоях луковицы, это также неверно. Потому, что на самом деле, у сознания нет разделения. Реально. Как можно разделить сознание? Конечно, со временем и по мере нашего прогресса мы будем видеть вещи по-иному, потому, что мы все еще остаемся на нашем уровне эволюции, где смотрим на различия, а не на сходство. Да, Колин, когда мы выходим, мы на самом деле переживаем это, что мы называем интуицией. Мы все на самом деле воспринимаем это как интенсивность сознания. Возможно, частота или интенсивность могут быть уровнями. В смысле, взгляд на что-то похожее на океан. Когда вы спускаетесь на разные его уровни, возникает разное давление. Вы можете выжить на одном уровне, но не в состоянии перенести его на другом. Но это не отдельные слои или состояния. Неоплатоник мог бы использовать пример, к которому мы обратимся немного позже. Эманации, что есть только одна реальность, одна субстанция, одна вещь, но она проявляется как фонтан, вытекающий из самого себя по-разному. Таким образом, вода может проявлять себя как пар, вода и лед, то, что может находиться в покое, что может быть дождем, превращающейся в воду, а может стать льдом. Тем не менее, это одна и та же субстанция, но проявляющаяся на разных планах. Таким образом, сознание проявляется во всех этих состояниях планах. Мы опробируем все это? Надеюсь, да. Просто одно слово, корреляция, что очень полезно. Корреляция, да. корреляция уровней сознания. Если вы не используете слово «уровни», это второй принцип, всего их семь. Я имею в виду, если у вас это не так, подумайте над этим снова и снова. Это имеет большой смысл, так как вы можете сильно проникнуть в смысл, если вы посмотрите на факт, на то, как они коррелируют друг с другом, или то, как используется это в ряде книг, тип корреляции. Да, мы рассмотрим некоторые из них в следующем сегменте. Кстати, это использовали некоторые из теософистов, решивших создать телесериал «Улица корреляций». Да. Мой вопрос о школе. Внутренней школе. Да. Она началась в 1888 году, в конце его, в октябре 1888 года, октябрь 1888. Я где-то встречал, что это было с января по июнь 1888 года, а затем занятия в ней прекратились. И мой вопрос, почему ее работа была прекращена? Я думаю, полагаясь на отчеты ложи Блавацкой, датированных с января по июнь 1889 года, а не 1988. В 1989-го? Да. Но Блавацкая умерла в 1991 году. Так почему же она остановилась в 1989-м? Они взяли перерыв на лето. Это просто. Ложи Блавацкой все еще существуют, между прочим. Это удивительно. Ложи Блавацкой в Лондоне, на самом деле, одна из старейших сохранившихся лож, которая все еще существует. Есть также ложи Блавацкой и в Бомбее, одна из самых старых, существует с 1879 года, до сих пор сохранившихся в старом Бомбере. Так что все эти ложи действуют, но я думаю, что они просто ушли на лето. Лондон, знаете ли, в те времена дни там не было кондиционеров, и у них не было, знаете, викторианцы не знали, как мы о свете, о свежем воздухе. Звук свежего воздуха считался опасным. Люди жили в очень закрытых комнатах, которые освещались, знаете, горячими светильниками. Вы можете себе представить, конечно, пыль должна была быть невероятной. У них не было стирки и химчистки, как у нас у них была только вода. Туалет предлагали приносить. Так что это, безусловно, был другой мир. Я думаю, что просто люди взяли перерыв, люди уехали на лето, или Лондон просто был ужасный, и для людей, что было невыносимо, приезжать сюда и путешествовать по выбойных на улице конных повозок. Они начали в сентябре, но взяли новую тему изучения. Они взяли Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна с сентября 1889 года. Что это... Но это не эзотерическая школа, это просто ложебловацкая. Это отличается от ее эзотерической школы. У них не было регулярных встреч в рамках эзотерической школы, школы по инструкциям. Как это делала HPB? Принимался любой, кто подавал заявку, отправил фотографию. Интересно, где бы сегодня, где сегодня находятся все эти фотографии этих первых участников? Я думаю, что это транзакции ложебловацкой не сохранились. Есть еще вопросы перед тем, как мы уйдем на перерыв? Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита.